Международный военно-технический форум армия 2022 Терминатор вооружен двумя 30-мм пушками с боекомплектом 850 выстроен Выстрелов противотанковыми управляемыми ракетами атака И также в нем установлен пулемет 7,62 мм Пулеметы для живой силы противника, пушки для легко бронированной техники, ракеты для тяжелой Представленные модификации экипаж составляет три человека Это наводчик, командир и механик-водитель Модификации для российской армии также сидят в корпусе два гранатометчика Что касается тяжелой военной техники, которая впервые демонстрируется на армейском форуме Это новейший боевой робот на базе БМП-3 В чем его особенность, чем он хорош? В первую очередь особенность нашей машины в комплекте роботизации Который позволяет роботизировать любую технику, колесную или гусеничную практически любого класса Существую вообще в войсках Российской Федерации Перевести штатную единицу в роботизированный режим Расстояние, на котором управляется боевой робот, военная тайна Судить по демонстрации на полигоне сложно Ведь там нам показали далеко не все его возможности Но даже этого достаточно, чтобы понять Стальной гигант совершенно спокойно чувствует себя на поле боя в беспилотном режиме Как он управляется? Сидит где-то оператор в грузовике или, я не знаю, в окопе, в штабе? Да, сидит оператор, визуально это выглядит как открытый, немножко толстый ноутбук С джойстиком вроде игрового, стандартного, к которому все привыкли И этот оператор, видя всю обстановку вокруг нашего робота Видя данные с прицелов Соответственно, может выполнять либо движение на этой машине Либо проводить стрельбу всеми видами вооружения, которыми оснащена машина При всем при этом в роботизированном БМП-3 сохранили и возможность для ручного управления К примеру, на марше за его движение отвечает экипаж, механик-водитель, командир и наводчик И только на передовой или в случае угрозы машины переходят на дистанционное управление Когда ждать появления вот этого робота на базе БМП-3 в нашей армии? Сегодня мы показываем экспериментальный образец комплекта роботизирующего оборудования Который позволяет, в принципе, продемонстрировать дееспособность этой технологии Ну а в дальнейших перспективах тут нужно мыслить совместно с Министерством оборудования Ну а на этом стенде оружие для ребят с острым зрением и стальными нервами Снайперские винтовки Данная винтовка ТСВЛ-8М5 Доминатор Выполнена в одном из наиболее мощных в мире снайперских калибров Лапуа Магнум .338 При практически полном исключении звука выстрела Она поражает противника на дистанции до полутора километров Я так понимаю, что вот это глушитель? Это глушитель саунд-модератор, интегрированный, несъемный Который практически полностью позволяет исключить звукострелы На эту винтовку мы обратили внимание неспроста Аналогов Доминатору нет Он бьет на полтора километра Поверьте, для оружия с глушителем это очень много Однако Доминатор не единственная уникальная винтовка на армии 20-22 Но это легендарная винтовка-рекордсмен Сумрак Совсем недавно она поставила мировой рекорд Попала в метровую мишень с расстояния 4 километра 210 метров Представьте себе 45 футбольных полей Ну а чуть позже поставила еще один мировой рекорд Она попала уже в грудную мишень с расстояния 2 километра Причем сделала это ночью 5 раз подряд Ну, чтобы никто не думал, что это случайность Я ни в чем не ошибся? Да, совершенно верно Вот эта вот винтовка, она сейчас принимает участие в спецоперации на Украине? Насколько я знаю, да А по каким целям? Я думаю, те, которые за 2 километра Либо приближаются к 2 километрам Были уже какие-то отзывы от наших военных о том, как она работает? Пока все отзывы только положительные Потому что, к сожалению, кроме наших изделий Там большой дефицит в оружии такого класса А теперь обратите внимание вот на эту винтовку Насколько я знаю, ее широкой публике показывают впервые Да Как она называется? Называется DXL-5 Харок И чем она хороша? А чем она отличается от прочих винтовок? Ну, во-первых, эта винтовка, она мультикалиберная Как и большинство наших винтовок Значит, она в двух калибрах Батовский 12,7 на 99, то есть браунинг И наш 12,7 на 108 Но она увесистая, ее так в руках не поносишь Ну, больше 12 килограмм она весит Ну, прежде всего, это винтовка антиматериальная Это, так скажем, снайперские подразделения, которые работают по материальным целям То есть радиолокационные станции, какие-то автомобильные То есть это не живые цели? Ну, скорее всего, да Теперь, что касается боеприпасов Пожалуй, одна из самых интересных новинок находится здесь Это авиационная ракета Х-69 Ее впервые показывают вживую? Да, первый раз на выставке она Это многофункциональная Имеет большое перечень наземных целей Заранее известными координатами Это и промышленные объекты Объекты энергетики могут быть Железнодорожные станции Какие-то командные пункты Или техника на открытом пространстве Она малозаметная Ее трудно обнаружить Плюс при массе стартовой 770 килограмм Имеет массу боевой части в 300 килограмм А с какой скоростью она летит, известно? Ракета дозвуковая Порядка тысячи километров в час Максимальная скорость составляет Какие самолеты могут нести ее на своем борту? Основной самолет для нее Это истребитель пятого поколения Су-57 Вот форма ее обусловлена тем Чтобы максимально занять объем Внутри фюзеляжного отсека При этом это позволяет нам залить больше топлива И обеспечить максимальную дальность 10-19 километров Вы не ослышались Этой ракетой можно вооружить Новейший российский истребитель Су-57 Он, кстати, тоже представлен на форуме Сколько ракет Х-69 может нести Су-57? Внутри фюзеляжа размещаются четыре ракеты одновременно Еще одна новинка армии 2022 Это электрическая торпеда Эт-1Э Чем она отличается от обычных торпед? Прежде всего, первое Это то, что она электрическая В большинстве случаев у нас тепловые торпеды Второе Здесь применен новый электродвигатель Абсолютно новый инновационный двигатель Который разработан отечественными специалистами Который позволяет резко менять ход торпеды И увеличивать дальность ее хода И третье Радикальное отличие Это то, что она построена по модульному принципу Мы можем любой блок торпеды Заменить на другой То есть вот эти блоки Они могут в принципе заменяемы Мы можем вытащить блок Поставить сюда Либо вытащить этот блок И поставить сюда другой С другой каким-либо комплектом аппаратуры Кроме того, эта торпеда, пожалуй, идеальный охотник Она умеет находить и поражать цели В самых сложных погодных и климатических условиях Мало того, даже электромагнитные помехи противника Для ее работы не помехи С какой скоростью движется эта торпеда? Значит, принципиально она может двигаться Значит, ну где-то от 0 до 35 метров в секунду По сравнению с обычными торпедами Это быстро, нет? В принципе, транспортные характеристики Они приблизительно одинаковы с тепловыми Но есть один маленький нюанс То есть за счет вот нового двигателя Который был разработан нашими специалистами Я же не зря сказал От нуля Она при движении к цели Может просто вот остановиться И потом продолжить свое движение То есть она работает как беспилотник? Практически, да По сути дела мы имеем нормального подводного робота В широком смысле этого слова Боевого подводного робота Противники этого боевого робота Любые виды надводных, подводных целей И даже некоторые объекты на берегу Хватит такой торпеды, чтобы потопить авианосец? Без комментариев Все это и многое другое Вы сможете увидеть своими глазами В парке «Патриот» На международном военно-техническом форуме «Армия-2022» Который проходит с 15 по 21 августа С 10 утра до 6 вечера в Кубинке Продолжение следует... Продолжение следует...